Слова из одного языка Но если вы обратите внимание и можете встать перед зеркалом и проведите такой опыт Это называется идиомоторные функции речевого аппарата То есть, чтобы произвести определенный звук, то участвуют определенные мышцы лица и тела Не только лица, но и грудной клетки и даже других мышц Когда вы говорите слово РУС, РУС это требует напряжения Многие народы вообще не могут выговаривать букву Р И во многих языках она вообще отсутствует Это присуще только РУСам и русскому языку Для того, чтобы произнести слово РУС, вы должны губы сжать РУС по-другому вы не произнесете Если вы скажете РУССКИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Произнеса слово «рус», вы как бы утверждаете себя, утверждаете, утвердите, как бы столбите себя, что «я есть мрус», это «я». А когда вы говорите «русский», вас даже будет гнуть к земле. И у вас на лице появится ложная улыбка. Ложная улыбка. Вот почему мы разбирали это слово. И почему русский, как человек говорит, он сразу превращается, мы уже разобрали кого. Было. Убрать можно, так сказать, русский. Русский может быть язык. Действительно, когда привыкаешь, действительно не обращаешь внимания, что все везде. Француз, французский, немец, немецкий. То же самое украинец, украинский. Белорус, белорусский и так далее. И только русский и русский прилагательный там и там. А мы русы, то по национальности русы. А наш язык русский, правильно. Культура русская, но мы русы. Так вот, вот три народа, это не три народа, это единый народ, который искусственно разделяется и все дальше и дальше раздирается. Это разделяя власть, политика очень хорошо известная. Всем, наверное, уже паразиты действуют весьма эффективно. Поэтому вот то, что дух, как и сказка, тот русский дух, тот Русью пахнет, так, он не случайно везде звучит, потому что в других странах вот это понятие, они даже не могут понять, что это такое, чем уйдят. Потому что они хотят все это взять, вот пощупать, вот так. А это состояние души, а не денюжки, которые можно пощупать. Ну, следующий вопрос. Считаю, что слово русский в таком смысле употребляться не должно. Русский слово достаточно позднее. Оно появилось в Новгородской Руси после слова русичи. А до слова русичи было слово рус. И это все слова разнятся по смыслу. И русские, это принадлежность к власти русов. Историю не знают. Не знают философии настоящей, природоведической славянской. И в результате незнания вот это все и появляется. Людей безграмотных очень легко возбудить на преступлениях. Поэтому очень хорошо, что вы такую передачу затеяли. Может быть сегодня мы не скажем, что есть истина. Но может быть просто людям интересно будет заглянуть в более глубокие наши корни. И тогда это само собой должно рассосаться со временем. Вот почему. Вот почему нужна правда истории. Мы живем в кривде. Кривда поражает тот, кто. Вот сейчас сформулирую. Тот, кто плюет в прошлое. А мы плюем в прошлое каждый раз, когда меняется власть. Будущее плюет в того. Идет война. Не одну тысячу лет. Война на всех фронтах, в том числе и психологическом. На языковом и генетическом. Правильные слова пробуждают генетическую память. Ложные слова или искаженные оставляют эту память спать вечно. И невольно возникает вопрос. Кому и для чего это нужно искажать самоназвание народа? И стоит только задуматься над этим вопросом. Ответ приходит практически мгновенно. Мы русы, а не русские. На вопрос, кто человек, правильно ответит рус, а его язык русский. И тогда все становится на свои места. Кто-то может сказать, что в лоб, что по лбу, стоит ли городить из-за этого огород. И по низким причинам. Во-первых, для открытия своей генетической памяти предлагаю любому генетически русскому человеку произнести слово «я рус» и прислушаться к себе. Может быть, не с первого раза. Но генетически русский человек ощутит внутреннюю вибрацию, а при произношении слова «я русский» никакой вибрации не возникнет. В ощущениях будет только пустота. Каждое слово создает определенный качественный резонанс с телом и сущностью говорящего. Одно слово может пробудить спящую генетику. Другое, даже очень близкое, но имеющее совершенно другое предназначение, оставит эту генетику спать дальше. Субтитры создавал DimaTorzok